Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Современные турниры высокого уровня это нелюбкое испытание даже для сильнейших шахматистов планеты. Конечно, в этих соревнованиях очень важно не проигрывать, но, как мы понимаем, на ничьих далеко не уедешь. Поэтому нужно использовать все свои голевые моменты, как белыми, так и черными. И довольно часто на финише таких турниров нужно выигрывать партию по заказу. То есть, для того, чтобы бороться за высокие места, нужно побеждать во что бы то ни стало. И, конечно же, в таких ситуациях проявляется чемпионский характер шахматиста. Если он действительно из когорты лучших шахматистов своего времени, то, как правило, решающей партией он играет неплохо. И сегодня мы с вами рассмотрим партию действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, в которой он должен был побеждать для того, чтобы бороться за первое место в супертурнире в Вейконзее в 2009 году. И в этой партии Магнус Карлсен противостоял хозяину поля голландцу Яну Смейцу. Дебют Карлсен разыгрывает достаточно своеобразно. Он пытается уйти от проторенных теоретических путей и придать позиции какой-то оригинальный рисунок. И здесь на c4, c6 следует e4. Интересная очень позиция. После хода d5 получается так называемая система Штейнера защиты карака. Венгерский шахматист Штейнер в 30-х годах 20-го столетия предложил вот эту расстановку за белых, чуть ли не как опровержение защиты каракан. Но впоследствии стало ясно, что черные могут получить достаточно приемлемую позицию, причем несколькими способами. Вот эта система характерна тем, что в ней может получиться не только позиция с изолированной ферзевой пешкой, а даже вот, например, сторонийская защита. После e5, конь f3, d6, d4, конь d7, один из вариантов развития событий. Слон g7, 2-0, конь gf6. У нас на доске одна из вариаций классической системы, сторонийской. Ну а если здесь черные сыграют e6, то после хода d4, d5, конь c3 возникает славянский гамбит. То есть дальше следует ход слон d4, шах, слон d2, ферзь d4. И вот это известная позиция этого острого дебютного варианта. Но здесь все-таки смейц решил сыграть свою защиту каракан, d5, взяли-взяли. Ну и здесь магнус мог перейти к атаке по новоходам d4, но он предпочел все-таки пешечку забрать. Черный понимает, что если они заберут здесь ферзем, то сразу последует ход конь c3 с выигрышем темпа. Поэтому конь f6, пытается смейц забрать пешку конем. Конь c3, конь d5, далее конь f3, конь c6 и слон b5. Далее e6 играют черные, рокировка, слон e7, d4. В итоге получилась типовая позиция с изолированной ферзевой пешкой. Следует 2-0, далее ладья e1, слон d7 и слон d3. Конь черных был под защитой своего слона, поэтому белопольный слон белых переводится на другую перспективную диагональ. Черные играют ладья c8 и здесь магнус наконец разменивается на d5. В итоге позиция с точки зрения пешечной структуры становится абсолютно симметричной. Но все-таки у белых есть некоторое преимущество. Они играют конь e5 и в этой ситуации смейц отвечает ходом слона f6. Интересное осложнение после конь бьет e5 и ладья e5, слон d6. В этом случае жертвуется пешка, дальше слон c6, ладья g5, g6. И здесь у черных есть некоторая компенсация за пожертвованный материал, потому что ладья на g5 расположена очень неудачно. Но если побить на d4, то тогда слон бьет h7, конечно. Ферзь d4, у белых есть определенное давление благодаря наличию вот этой изолированной пешки уже в лакере черных. Но слоны f6 играли черные, слоны f4 поддерживая коня и в этой позиции g6. Это начало неверного трактования этого положения. Стратегически, конечно, этот ход не очень-то хорошо смотрится, потому что ослабляются черные поля. Прежде всего поле h6 и поле g7. Магнус Калсен в то же время ожидал здесь такого крепкого хода, как слон e6. Но после хода g6 следует ферзь d3 с нападением на пешку b7. Ну и здесь конь a5. Известный маневр и нападая на ферзя и защищая пешку на b7. В то же время заслужил внимания ход конь бьет d4. Ферзь b7, слон e6. Далее ферзь бьет a7, конь c2, вилочка, взяли-взяли, ферзь d4. И здесь у черных есть определенная компенсация за отсутствующую пешку, благодаря довольно активной ладье и наличию пары слонов. Но конь a5, сыграли черные. И здесь Магнус Калсен не берет пешку на d5. В этом случае полностью разгружалась позиция после слона c6. Взяли-взяли, пешка на d4 под ударом, слон d2, нападая на коня. Ладья d4 и на слон бьет a5. Белые сначала теряют своего коня на e5. Происходит размен, ну а дальше слон на d3 под ударом. Абсолютно ничейное окончание с разноцветными слонами. Поэтому Магнус Калсен поддерживает напряжение, памятая о том, что ему нужно по спортивной ситуации эту партию выигрывать. Слон e6 играет черные. И дальше слон h6. И в этой позиции черный играет слон g7. Тоже довольно странное решение. Понятно, что размен чернопольных слонов после ослабления королевского фланга к выгоде белых. Поэтому черным все-таки стоило сыграть ладья e8. Хотя и здесь белые имели шансы поддерживать напряжение. Например, ходом слон b5, ферзь b6 со связочкой, слон d2, нападение на коня и ферзь под защитой. Конь c6. Далее взяли-взяли ладья a c1. Ну и здесь мы видим, что поле на c5. Отличная стоянка для одной из белых фигур. Но в партии было слон g7. Дальше произошел размен. И здесь белые, конечно, двинули вперед свою крайнюю пешку. Пользуется Магнус Карлсон тем, что пешка неуязвима. В этом случае теряется конь на a5. Но в то же время угрожает пробег этой пешки вперед с идеей разрушить позицию короля черных. Поэтому ладья e8. Дальше h5. Можно, конечно, бить gh. Но психологически этот ход не хочется делать. Потому что ослабляется пешечное прикрытие короля черных. Ну, можно было пойти ферзь b6. Предлагаю размен ферзей. Но тогда ферзь d2. С идеей зажать королевский фланг черных ходом h6. Ну, дальше ферзь f4, ферзь f6 и ферзь g7 мат. Простая, конечно, схема. Против которой черные будут иметь определенное противоядие. Но в то же время позиционный перевес белых здесь не оспарим. Но черные играют f6. Прогоняя коня, конь отходит на f3. И в этой позиции черные играют b6. Освобождая своего ферзя от защиты коня. Можно было, конечно, предложить размен ферзей. Но тогда белые отказывались на взятие коня h4. Тут уже сказывается ослабление позиции короля черных. Потому что поле на f5 слабое. Дальше ферзь f4. Возможно, перевод ладьи по вот такому маршруту. Поэтому здесь ход b6 вряд ли хуже хода ферзь b6. Но Магнус Кассен отвечает ошибкой. Слон b5. Сам чемпион мира поставил вопросительный знак к этому ходу. При комментировании данной партии. И считает он, что лучше сыграть была коня h4. С давлением на пешку g6. И на ход f5 вернуться конем. Здесь мы понимаем, что поле e5 отличная стоянка для коня. Или может быть даже для ладьи белых. Ну и поле на g5 тоже ослабилось. Но после хода слон b5. Черные увели ладью из-под боя. Ладья e2 с идеей сдвоится по вертикали e. И черные здесь упускают серьезную возможность подровнять позицию ходом конь c6. Нападая на ферзя. Если забрать, то тогда после размена ладья ae1, ферзь d6, ферзь d2, ладья cc7. Позицию черных пробить очень сложно. Слон дальше становится на f7. Конь здесь ограничен пешкой f6. Вложение черных здесь очень крепкое. Ну а если пойти ферзь d2, отказываясь от размена, то тогда слон g4. Очень неприятный ход с идеей забрать вот здесь коня и ослабить позицию уже белого короля. Но черные сыграли ладья cc7, не почувствовали здесь, что нужно было переходить к активной контргре. Ну и дальше ладья ae1. Слон под ударом и в этой позиции приходится ходить король f7. Потому что слон f7 ход невозможен, теряется ладья на e7. Ну а тут Магнус конечно подмечает, что ослабилось поле h6 и сразу же пытается туда перебросить своего ферзя. Здесь ферзь f8, прикрывая черное поле. Ну а если сыграть слон f5, то тогда ферзь h6, g5, это не помогает. Жертва коня, ну и дальше ферзь g5. Что делать? Ферзь напал на слона. Если слон e4, то f3 и мы понимаем, что белые фигуры отыгрывают и продолжают атаку на короля черных. Но ферзь f8 и далее ферзь f4. В этой позиции уже угрожает конь g5 и слон будет под ударом. Поэтому черные играют слон f5, перекрывая вертикаль. Ну и дальше g4. Если здесь пойти слон e4, то все тоже конь g5. И на ход король g8 красивая вилка конь e6. Мы понимаем, что сейчас под нападением ладья c7 и ферзь. Ну а если конь будет съеден, то ладья теряется после взятия ферзя. Ну а если сыграть слон c8, что было в партии, то тогда b4, конь b7. Конечно, конь здесь стоит довольно пассивно, но в то же время поле d6 прикрывает. Ну и здесь белые ходом. Слон c6 очень красиво использует мотив отвлечения, нападая на пешку d5. После этого хода пешка на d5 теряется и позиция черных совершенно разрушается. Если сыграть ферзь d8, то, конечно, тогда ферзь h6 и черный король здесь в очень серьезной опасности. Ну а понятно, что в случае взятия на c6 последует ладья e7 и белые также побеждают. Поэтому после хода слон c6 в этой позиции голландский шахматист Ян Смейц признал свое поражение. Вот так Магнус Карсон, довольно таком непритязательном и очень легком стиле, переиграл соперника и выполнил свою спортивную задачу. Включился снова в борьбу за первое место, но все-таки стоит сказать, что эта победа ему не помогла. В итоге первое место в этом турнире в Вейконзе в 2009 году занял Сергей Корякин. И это был его первый серьезный турнирный успех. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Пишите свои комментарии обязательно, потому что это помогает видео подниматься еще выше в ранжировке Ютуба. И постепенно наш канал с вами, наш канал Шахматы для Всех становится одним из самых крупных в русскоязычном секторе на тему шахмат. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания.